Настоящий оазис с пальмами и яркими цветами наши корреспонденты нашли в обычном спальном районе Мурманска. Создательница райского уголка Ольга Хохлова рассказала нам, как украшает свой собственный двор и зачем домохозяйке нужен видеорегистратор. Тропический оазис среди серых городских пейзажей расположился в обычном спальном районе на улице Инженерной. Хозяйка чудо-полисадника Ольга живет в этом доме и таким незатейливым образом решила украсить собственный двор. Мультики с ребенком часто смотрю. Тут в мультике сова появилась у нас, мультика тоже. Вот так сидела с ребенком, смотрела мультик, сова. Потом пальмы. Также начала вроде как бутылки резать. Получаться начала что-то. Сложила, вот она пальма. Ухаживать за полисадником Ольга начала три года назад. Сначала из подручных материалов сделала зайчика, соседям понравилось. А этой зимой стало тоскливо без ярких красок. В голове сами возникли образы новых персонажей. Приятно, что у человека раскрылись такие замечательные способности. То есть есть куда их применить. Не только себе, чтобы как-то свою энергию выложить. Но в то же время создать такую красоту. В саду цветут петуньи и виолы, но есть и несколько кустиков клубники. Соседи шутят, к концу лета урожай снимать будем. Для Ольги полисадник это лекарство от скуки, пока у ребенка тихий час. Как пчелка она может считанные секунды и рассаду пересадить, и грядки окучить. Весь двор уже в ее арт-объектах. Расширяюсь, да, уже на соседние полисадники перехожу. Соседи довольны вроде. Своё детище хозяйка сада бережет. Пришлось даже приобрести видеорегистратор, чтобы круглые сутки следить за цветочками. Вандалят дети, много вандалят. Приходится на балконе сидеть, смотреть. То регистратор вешаю, когда самой дома нет, то вешаю на балкон регистратор, который записывает. Тоже, чтобы не было. Но детей много, которые лазят по полисадникам. Для отвлечения детского внимания Ольга даже отдельную площадку сделала с песочницей, сработала. А недавно заявила свой полисадник на городской конкурс. Так что, возможно, ее творчество еще и оценят по достоинству.